Доброе время суток. Я использую музыку Synnor Lozos Music Channel Today. Простите, что прыгаю с одной информации на другую. Информация поступает огромным потоком и очень тяжело все систематизировать. Поэтому я пытаюсь записать как можно быстрее то, что поступило, чтобы потом во всем разобраться. Опять возвращаюсь к Иисусу Христу. Осталось недосказанное. Все началось с того времени, когда на землю пали ангелы. Их имена перечислены в книге Еноха. Они решили доказать Богу, что они не нуждаются в Нем и что они сами могут стать богами. Они разбрылись по земле и стали зарабатывать своих верующих. Поэтому появилось очень много предсказателей, профитов, мессии. Все они шли в разные края земли и несли своего Бога и свою веру. Библия Тора – это всего лишь история одного народа, история верующих одного ангела падшего. А сколько их еще не сказанных. Поэтому в Америке описывают своего Бога, в Китае описывают своего Бога, в России и в Руси описывают своих богов. И все это – работа падших ангелов. Возвращаясь к Иисусу Христу, я хочу повторить, что в первое свое пришествие Иисус Христос всего лишь был фантомом. Досицисты, течение раннего христианства, об этом и говорит, что у Христа не было физического тела. После этого последователи стали искать на земле человека, в которого перевоплотится Иисус Христос. И они нашли мальчика, который родился под звездой Вифлеема. Его называют Агницем, Ягненком. И вы прекрасно знаете, что по мусульманским обрядам Ягненок – это жертвенное животное. Его используют для жертвоприношения Аллаху. Выбрав мальчика, для которого используется тело для Иисуса Христа, его судьба была предрешена изначально. Он должен был стать жертвенным ягненком. И он должен был умереть для того, чтобы убедить верующих, утвердить их веру. Его готовили к этому, и он знал, что в один день он будет принесен в жертву. Последняя вечеря – это как раз и есть последний ужин перед тем, как он будет принесен в жертву. И после того, как умер, он исчез. И они говорят, что он воскрес. На самом деле, фантом Иисуса Христа до сих пор на земле, и он является людям в виде видения, в виде фантома. Теперь все ждут третьего пришествия Христа. То есть они ищут человека, чье тело якобы перевоплотится Иисус Христос. И, скорее всего, он также будет принесен в жертву. И он будет агнецем, ягненком, жертвенным ягненком.